Привет, друзья! Сегодня 1 мая, с чем вас всех и поздравляю! Сегодня моя первого числа вылазка в магазин. Я приехала в No Frills. Последний месяц можно было наблюдать то, что для того, чтобы зайти в магазин, нужно постоять не в большой очереди и зайти. Сейчас я приехала, машин немного, но я вижу, что очереди нет, людей нет на улице. То есть, видимо, уже можно заходить, потому что у нас тоже немножко послабление пошло. Но обязательно нужно заходить в магазин в маске для тех, кто хотел поиграть во врача и никогда ему это не удавалось. Теперь у всего мира есть такая возможность. Это, конечно, не самый удобный вариант, но не стопроцентная защита и даже не 50-процентная, но хоть что-то. Это скорее для мозгов защита. И перчаточки, конечно. Поэтому теперь мы все врачи, которые ходят за покупками. Итак, я приехала в No Frills. Сделаю покупки на 2 недели. Теперь это такая практика, которую я делаю уже второй месяц. Я покупаю продукты на 2 недели. Посмотрим, что я возьму и чем будет питаться наша семья из 4 человек в течение этих двух недель. Кстати, на следующей недели я пойду на месяц покупать в Костка. То есть у меня вот 2 недели я в No Frills покупаю. Ну, там овощи, фрукты, всякая мелочевка. А в Костка я раз в месяц хожу. И вот на следующей неделе я буду идти в Костка, и там тоже я сниму свой небольшой репортаж. Поэтому, друзья, пошли сегодня со мной и немножечко развлечемся вместе. Такое состояние, что снимать невозможно было. Я зашла без очереди, чему очень рада. Просто вот не было людей, которые стояли в очереди. В общем, я взяла 2, как они называются, господи, брокколи, клубничка, красные перцы, зеленые перцы и рапини. Рапини, такая травка. Для салата такие штукенцы. Кукурузка. Вот этот френчбин. Так, зеленушка. Зеленушка. Возьму Кузбару. И укропчик возьму тоже. Укропчик. А где укропчик? Укропчика что, нету? Нету. Петрушка только есть. И кинзя. Значит, берем кинзу. Так, 2 пучка селандра. Так, берем также кейл. Возьмем 2 пучка кейла. Он у нас по доллар 50 сейчас по скидке. Так, я взяла еще помидоров по доллару. И огурчиков тоже не по 97 центов. Упаковочка с перисточки. Так, еще вот я взяла маленькие кабачки и груши. Так, возьмем карамбулу. Она правда такая-то, что покупаем. Маленькая. Возьму такую. И такую. 2 карамбулы. Хватит. Так, теперь есть такие игрушки. У меня плохие. Убрала в прошлый раз. 4 доллара я возьму. И киви я беру здесь подряд. Если они очень мягкие, беру 2 пакетика. А если очень, то один. Они все какие-то мягкие по ходу дела. Вот это возьму. Вот такие вот. Кивушки. Виноград не буду брать. Как, все возьму. Ананас. Одну штучку. Вот он какой-то, не знаю. Может, еще один возьму, ладно. Вот такой. Вот такой. Может быть, все это не развалилось. До. Ананаса. Так, ну и бананы обязательно возьмем. Они все желтенькие. Возьмем чуть-чуть бананов сегодня. Чуть-чуть. Гарлик. Я стараюсь брать органиц. Скинас канадский. Канадский. Такую брензочку беру. Так, еще взяла вот такие вот бейбельки. Блуберис. И просто гуавит. И булочки для барбекин. Селедочка. Очень любим эту селедку. Вот такая. Так, тут я взяла куриные ножки. На 3 доллара. Ну, на 4. И вот еще беру чекинты. Еще вот крылья. Будем делать барбекю, наконец, неделю, чтобы у нас было мясо. Куриные ножки. Дети просили, возьму ему же набор из много маленьких чипсиков. Тоже у них все-таки в бедные дома сидят, хоть какими-то вкусняшками покормить надо. Альфредо. К деткам, к макаронам. И еще яблочки. И здесь колоска, которую мы берем. Вот это, наверное, первый раз в этом году я покупаю. Наверное, на 100%. Ну, для барбеки. Направляемся на кассу. Соблюдаем дистанцию. Ну, вот, собираем. Ну, что, вот наша покупочка. Мы скупились. Будем паковаться сейчас в машину. Значит, закупочка нам обослась. Давайте посмотрим вместе. Так, вот такой вот длинный листочек. Но все равно получилось дешевле, чем я беру в последнее время по этой системе на 181 доллар. Хочу вам сказать, что я-то зашла без очереди. А сейчас уже стоит очередь, чтобы зайти. Ну, что, дорогие друзья, это был наш поход с вами в магазин No Frills на карантине в Канаде. Это то, что мы купили. Надеюсь, все будут довольны. И нам этого хватит. В принципе, расчет был сделан неплохой. С учетом того, что на следующей неделе пойдем с вами в Костка. И я вас тоже туда возьму с собой. И до новых встреч. Пишите про ваши впечатления на карантине в вашей стране. Буду рада читать ваши комментарии. Пока-пока. Ну, вот это одна из штучек, которую я взяла. То, что ты, Габи, просила. Что-то такое вкусненькое. Субтитры сделал DimaTorzok